Мотокросс Детские кроссовые мотоциклы делят на два типа. Для начинающих они предназначены для получения первых навыков внедорожной езды и мотоциклы, уже относящиеся к спортивному инвентарю. Все они сделаны специально для ребенка или подростка. Как известно, для победы важен не только железный конь, но и навыки самого гонщика. Натренировать и вырастить чемпиона – это труд очень большой. Как и в любом виде спорта, это огромное усилие и постоянная работа. Конечно же, очень много физической подготовки. Гонки на кроссовых мотоциклах – достаточно опасный вид спорта. Есть высокий риск получить серьезные травмы. Глебу Баринову только 12 лет. Несмотря на свой возраст, он не боится опасности. Мне просто нравилось, как взрослые дяди в соревнованиях участвовали. Красиво было, поэтому выбрал. Родители, чьи дети научились ездить на кроссовых мотоциклах, поддерживают их увлечение. Я считаю, что мальчики должны участвовать в подобных соревнованиях, возиться с техникой, не бояться трудностей, преодолевать себя. Это всегда какой-то рост и стремление к победе. Этот вид спорта привлекает не только парней, но и девушек. Светлана Хасанова – одна из них. Любовь к байкам ей передалась по наследству. Ее бабушка в свое время ездила на мотоцикле. А вот сама Светлана стала заниматься ездой на питбайке на профессиональном уровне. В настоящее время она участвует в разных соревнованиях наравне с мужчинами. Очень хорошо относятся, поддерживают, во всем помогают, чинят, мотики подкатывают, закатывают. То есть я проблем вообще не чувствую. Призеры соревнований были награждены кубками и медалями. Юлия Стаферова, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова